Послание фильма «Помни войну», потому что считаю это очень важно, на самом деле, понимать, что такое война, что такое современная война, с чем мы столкнулись, как получилось так, что брат пошел на брата, попытка. Ну и самое главное, чтобы осталась в истории память о донецких пацанах, которые отдали свои жизни за свою родину, и тот ад, через который они прошли, чтобы люди могли это увидеть и хотя бы немножко понять, что такое война, и самое главное, насколько быстро она может прийти в любое место на земле. Сейчас гораздо страшнее снимать, гораздо хуже условия, так скажем. Практически невозможно то, что я там снял, сейчас снять. Ну и сейчас война совсем другого плана идет. Полностью тактика изменилась, штурмовых действий тактика, количество, самое главное, разнотипных дронов колоссально изменилось. Плюс в Мариуполе у группировки практически, ну украинской уже не оставалось ни дронов, ни артиллерии на тот момент. А сейчас после этого им была поставлена куча самого разного натовского вооружения, разных систем управления боем, систем наблюдения за полем боя. Сейчас противник контролирует в глубину 16-20 километров, то есть даже просто до передовой добраться, это уже проблема реальная. Не говоря о том, что там находиться. Ну, для примера, Сомали, тогда, когда я их снимал, они штурмовали с гранатами. Вот помните, они гранаты закидывают. Сейчас они штурмуют с ТМ-ками, для понимания. То есть сейчас в здание к противнику закидывается ТМ-ка. Соответственно, ну, можно прикинуть, то есть у тебя есть 3 секунды, чтобы смотаться в ТМ-ке. Ну, ТМ-ка, знаете, ну, танковая, противотанковая мина. То есть, соответственно, она 12 килограмм весит, тебе нужно гораздо ближе подойти к противнику и гораздо меньше шансов потом убежать. А вот скажите, этот фильм где-то уже вы показывали? Ну, мы показывали его в рамках вот так вот фестиваля из-за крутых показов. Кто-то говорит, ну, слишком тяжелый фильм, такое не нужно показывать в обществе. Другие говорят, нужно. То есть, разное сопереживают бойцам. Самое главное, что люди видят обычных, таких же, как они, людей, но только в других условиях. И, в принципе, это всегда интересно людям понять, как выглядит война. Потому что, ну, на себя прикидывают, что может быть. Ну, может быть, они даже и не задумывались раньше об этом, но они, наконец, увидели, как выглядит война. Ну, хотя бы, как она, потому что это практически невозможно передать. Документальных фильмов, снятых в зоне боевых действий, очень мало. На порядок меньше, чем снималось, ну, даже не в фильмах надо мерить, а в количестве качественного видеоряда, отснятого в зоне боевых действий. То есть, к сожалению, в России эти знания утеряны. То есть, там получилось как, что у нас была колоссальная школа, ну, или сильная школа кинохроники, как у нас, так и у немцев. Ну, и была особенность такая, что у немцев, ну, фашистской Германии, да, что у нас, ну, существовал некий такой триумвират. То есть, идеологическая составляющая, ну, партия и правительство у нас, КПСС, ну, коммунисты у них, МСДАП. Потом специалисты от киноиндустрии, ну, операторы топовые, топовые режиссеры и военные. И причем, что у них, что у нас было сделано так, что, ну, военные предоставляли беспрепятственный доступ, предоставляли, там, снаряжение тех, ну, собственно говоря, материальное обеспечение, да, самолеты, там, для доставки материала в тыл. Но саму идеологическую составляющую по съемкам, что снимать, когда снимать, как снимать, они получали от другой структуры. Ну, вот, существовало политуправление РКК, существовал главкинохроники, да, и они двойного управления, по сути дела. То есть все наши тогда военные кинооператоры, они были мобилизованными, они носили военную форму, звания лунские имели. Но задачи на съемку они получали не от военных, а от идеологической составляющей. И поэтому снимали три типа материалов, то есть для «Союзкин» журналы, для документальной кинохроники и для так называемой летописи. То есть они просто снимали, понимая, что это будет иметь колоссальное значение в будущем. Вот тогда и у партий, и правительства, и у военных было это понимание. Сейчас нет. То есть сейчас это все зарубили, закрыли. Россия здесь не исключение. Если вот изучать опыт Первой мировой войны, Второй мировой войны, Немцы почему так сделали? Потому что они учли опыт Первой мировой войны, когда союзники переиграли. То есть они считают, что Первую мировую войну они проиграли из-за того, что недолжным усилием приложили к пропаганде. Соответственно, они перед Второй мировой войной полностью пересмотрели свой подход. И усилия фашистской Германии были в этом области беспрецедентны на тот момент. То есть они, по сути дела, к 43-му году у них был создан рот войск, пропагандистский рот войск даже. То есть, например, у эсэсовских подразделений внутри них был целый полк, пропагандистский полк Курт Эггер. Ну, это такой их не военкор, так скажем, писатель, погиб там под Харьковом, они его именем назвали. То есть целый полк, там, две с половиной тысячи пропагандистов, условно говоря. И они работали как на противника, ну, на военных, на гражданских, на свою, ну, как на тыл и на своих военных. То есть у них четыре уровня воздействия, да. И вот мы просто привыкли так думать, вот там в начале войны издались миллионы бойцов Красной Армии. Ну, и принято считать, что они издались из-за того, что там Жуков и наши командования были мясники, Сталин был там, уничтожил перед войной всю армию, а Вермахт был сильнейшей армией. Ну, то есть у них были танки, там, у нас, ну, то есть как бы, но одна из причин, почему сдавалось очень много наших солдат, это было воздействие как раз пропагандистских рот. Ну, у них были в каждом дивизии, там пропагандистский рот. То есть они... Да, 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 то есть они впервые тогда, так получилось, что впереди армии двигалась пропаганда. Ну, тогда воздействие просто было, вот как радиопередатчики могут передать, как могут докричаться в мегафон и на ту дистанцию, куда можно запустить артснаряд с листовками или воздушный шар с листовками. То есть как бы пропаганда двигалась впереди войска, там, ну, максимум, там, ну, я не знаю, коротковолновые передатчики, может, и далеко передавали. Ну, в любом случае воздействие было ограниченным, но оно было. До этого такого не оказывалось. То есть сейчас под воздействием противника находится все население России. И как бы ничего, ну, с этим не поделаешь. То есть нужно очень сильного качества материалы, чтобы людям... Ну, короче, тут фильмы нужны, конечно. Чем больше, тем лучше. Единственный шанс. Потому что именно там решается судьба народа России, на Донбассе, на востоке Украины. И люди должны понимать, что происходит. Иначе... Да плохо кончится.